Здравствуйте! В эфире программа «События культурной жизни» в студии Ирина Бреусова. Кажется, культурная жизнь Москвы замерла, наступило летнее затишье. Но это только кажется. На самом деле есть куда пойти. Огромное количество площадок предлагают события на любой вкус. От традиционных, годами не меняющих программу шоу и фестивалей, до премьер и уникальных выставочных проектов. Одним из таких проектов является «Золотая карта России», цель которого давно вышла за рамки только выставочной деятельности. Уже можно смело говорить о полноценном сотрудничестве Третьяковской галереи с региональными музеями-участниками. В процессе подготовки каждой экспозиции идет большая научно-исследовательская работа. Одна из главных целей проекта – дать возможность нам, зрителям, соприкоснуться с творчеством потрясающих незаурядных художников, чьи имена были незаслуженно забыты, а их талант не получил должного признания. «Золотая карта России» успешно продолжает свою работу. В инженерном корпусе Третьяковки открыта 33-я выставка, привезенная из Кирова, бывшей лятки. Как правило, экспозиции такого рода представляют российские музеи произведениями разных авторов, неизменно удивляя столицу уровнем собрания. На этот раз Кировский областной художественный музей имени братьев Воснецовых устроил монографическую выставку Алексея Исупова. Она посвящена 120-летнему юбилею мастера и 100-летней годовщине музея, одним из создателей которого был сам художник. Алексей Исупов незаслуженно мало известен сегодня в нашей стране, и выставка «Золотой карты» должна исправить эту несправедливость. Живописцем он был отменным, это видно уже по ранним работам, написанным под влиянием знаменитых учителей. Исупов был убежденным сторонником традиционной реалистической живописи, освеженной влиянием импрессионизма. Ему удавались натюрморты с яркими цветами, задушевные деревенские пейзажи с закатным солнцем, золотящим тесовые крыши. В творчестве Алексея Исупова различаются практически три периода, достаточно резко. Первый – это ученичество в школе вояне изучества, где он учился у Коровина, Серова и Левитана, и в дальнейшем у Аполлинария Воснецова, который оказывал ему очень большое содействие, поскольку родом он тоже из Вятки. Второй период связан с Самаркандом. В 1914 году Исупов был моделизован в армию и оказался в Туркестане. Там увлекся иранской миниатюрой, изучал местную археологию. И если бы остался в Средней Азии, то со своим продавцом фарфора мог бы, пожалуй, стать классиком узбекской живописи. Однако жизнь судила иначе. Исупов вернулся в Москву. Тяжелая болезнь потребовала теплого климата, и он отправился в Италию. Здесь и начинается вот его расцвет. Здесь совершенно меняется его стиль. Он находился под большим впечатлением от венецианских художников. Как и других русских живописцев, его покорило и южное солнце. Оно высветлило палитру, напоило холсты светом и воздухом. В Италии Исупов сразу стал востребованным портретистом, что и неудивительно при такой-то технике. Какой-то совершенно воздушный мазок. И работы от этого приобретают звучание абсолютно отличное от работ других художников. Он очень узнаваем становится. Он погружает своих героинь в мерцающую воздушную дымку, придающую им романтическую загадочность. Искушенные итальянцы охотно заказывали ему портреты. Особенно ему удавались женские. Не претендующие на психологизм, но по-своему глубокие. И, что называется, с настроением. Художник, который прожил начало своего творческого пути в России, сделал очень хорошие, я считаю, очень интересные вещи, с хорошей школой. А потом, перебравшись в Рим, и там как бы перевоплотился, но не оставил своих корней русских, я так понял. Я вижу это очень хорошо. Среди женских образов Алексея Исупова выделяются портреты жены. Вот эта веселая женщина, позирующая художнику то с цветами, то с прялкой, позаботилась о том, чтобы сегодня мы могли любоваться этой выставкой. Выполняя завещание своего мужа, она привезла его работы на родину. Большая их часть хранится сегодня в городе Кирове, в галерее, которую он сам когда-то создавал. Ушла из жизни народная артистка СССР, певица Людмила Зыкина. И вместе с ней ушла целая эпоха, связанная с народной песней. Этой женщине рукоплескал весь мир. Ее называли мисс Волга и русской Эдит Пиаф. Она была символом Советского Союза. Пожалуй, нет человека среднего и старшего поколения, который бы не знал о ней и не пел ее песни. Поклонниками Людмилы Георгиевны тогда были все, от Хрущева и Брежнева до Ливерпульской четверки Битлз. Ее голос олицетворял широту и щедрость русской души. Признанию ее таланта, нашей любви к ее песням и творчеству конца и края нет. Кризис в отношениях, кризис среднего возраста, творческий кризис. Но, пожалуй, только экономически буквально внедряется во все сферы человеческого бытия, заставляя нас вносить коррективы и менять планы. Вот и в Московской филармонии состоялся третий съезд Союза концертных организаций России. Как развивать коллективы и концертную работу? Как найти и удержать талантливых артистов? Как продолжить интеграцию в мировое концертное пространство? И главное, как не потерять зрителя? Все эти проблемы становятся в сложившейся экономической ситуации более актуальными. В завершении съезда состоялся круглый стол по обсуждению новой программы развития Союза. С ней мы познакомим вас в следующих выпусках нашей программы. Далее в программе Крейцерова соната в МХТ имени Чехова. Не ошибка ли брачные узы? Не грех ли семейная жизнь? И есть ли в отношениях мужчины и женщины что-то, кроме страсти и влечения друг к другу? Все эти сомнения Льва Толстого отражены в его Крейцеровой сонате, произведении, по которому режиссер Антон Яковлев поставил спектакль с одноименным названием. В постановке гневная проповедь Толстого превратилась в мрачную историю одной семьи, где прочно прижились маниакальная ревность, жестокость и депрессия. Впрочем, от депрессии спасает великолепная игра актеров и маленький оркестр, то и дело прерывающий ход печальных мыслей. Крейцерова соната Людвига ван Бетховена начинается с тех пронзительных нот, которые сложно услышать и остаться равнодушным. Мелодия звучит настолько напряженно, что голоса инструментов можно принять за чей-то плач. Одноименная постановка по повести Льва Николаевича Толстого может сыграть еще острее, на нервах. Речь здесь идет не просто о последовательности роковых событий. Это откровенное покаяние человека, виновного в трагедии своей собственной жизни и смерти жены. Задача для актера, играющего главную роль в этом спектакле – полная самоотдача. Режиссер Крейцерова соната Антон Яковлев доверил эту миссию Михаилу Пореченкову. Вы знаете, мы обсуждали этот вопрос достаточно долго с Олегом Павловичем Табаковым, и у нас были другие претенденты, но мы все-таки остановились, как интересный очень вариант, остановились на Миши, потому что, во-первых, он никогда не делал то, что он делает в этом спектакле. Уже было интересно, это был вызов определенный. Во-вторых, нам казалось, что у него очень большой потенциал, который необходимо попробовать сейчас. Василий Познышев даже пугает своей реальностью. Несмотря на то, что события в пьесе относятся к позапрошлому столетию, главный герой абсолютно современен во всех своих проявлениях. В исполнении Михаила Пореченкова он вовсе не робкий интеллигент с тайными пороками. Скорее, он из тех противоречивых личностей, которые борются сами с собой во имя идеального представления о любви, но губит в результате тех, кто с ними рядом. Вы знаете, для нас самое главное было как раз не делать так называемую, скажем так, иллюстрацию классики, да, потому что если брать просто иллюстрацию, сразу кажется, что это некий такой рефлексирующий интеллектуал, который прячется в плаще и так далее. Нет, нам хотелось как раз сделать обратный ход, как в, казалось бы, внешне здоровом человеке, вот этот бес внутри, да, вот этот вот ужас внутри, как что это может быть с любым. Познышев Пореченкова гораздо многограннее, чем в повести Толстого. И в этой многогранности он кажется более выпуклым и живым, позволяя зрителю представить себя на его месте. Если в начале пьесы он даже забавен в своем непосредственном эгоизме, то к финалу он уже пугает своими подозрениями и равнодушием. Психологические метаморфозы происходят и с Натальей Швец, исполняющей роль жены главного героя Лизы. По мановению режиссерской палочки, она превращается из-за рабыни брака в личность, влияющую на события не меньше своего мужа. На протяжении спектакля она проходит свой собственный путь, от юной наивной девушки до усталой, разочарованной женщины. Вот здесь Наташа, мне кажется, и не должна была быть второстепенным персонажем. Она должна быть равной с точки зрения и своих ошибок, и своего эгоизма, который ей также присущ, как и любой женщине, как и любому мужчине. Взаимное непонимание двух личностей, мужчины и женщины, приводит к трагическому концу. Познышев просто убивает свою жену. Но что наделал, словно в насмешку над собственной фамилией, он понимает слишком поздно. Самое главное понять это, да, а самое главное, что хотя бы к концу своей жизни человек осознает это, он кается в этом. Это самое главное, да, поэтому... Для меня это был принципиально важный вопрос, что он это понимает потом. В своем сценарии постановки Крейцеровой сонаты Антон Яковлев делает акцент на игру актеров, подчеркивая тем самым психологическую канву пьесы. Минимум декораций, музыканты, лишь подчеркивающие своей игрой ключевые моменты действия. Все это, несомненно, антураж необходимый, но необязательный. Максимальная ставка в игре на Михаила Пореченкова. И он с этой задачей справился. При словосочетании художественной галереи многие из нас непременно представляют большое выставочное пространство с экспозицией. Между тем, Москву, да и не только ее, уже невозможно представить без россыпи малых и больших частных галерей. Среди них есть такие, названия которых уже на слуху. Например, галереи наши художники, Ковчег, Гараж, Галеев галереи, Винзавод. Но есть и такие, которые только начинают свой путь, свою историю развития. Несмотря на это, они уже нашли и своего художника, и своего зрителя. Что же такое частная галерея сегодня? Фильтр для элиты или особый вид индивидуальной предпринимательской деятельности? Кто они, хозяева частных галерей? Что нужно, чтобы галерея жила и осталась на плаву? Об этом сегодня рассказывают Татьяна Панич, хозяйка галереи Ордена, и искусствовед Станислав Артурович Айдиня. Частные галереи, они имеют и будущее, и настоящее, очень ценное для города. Поскольку именно там собирается то, что мы полноценно называем обществом. Тут собираются интеллигентные люди, у которых широкий кругозор, широкие интересы. Речь идет далеко не только об изобразительном искусстве. Люди приходят, чтобы общаться на фоне живописи, и живопись часто служит темой их разговоров, но это, конечно, не исчерпывается одной живописью или графикой. Понимаете ли, если общество хочет сохраниться, должно оно иметь культурные центры. В свое время до революции это были салоны, ну и уже тогда были большие вернисажи, живописные выставки. В Москве есть государственные выставочные залы, есть муниципальные залы, это разные залы, а есть частные галереи. И частные галереи будут появляться, будут исчезать. И я надеюсь, что московские и государственные залы, они будут вообще всегда, поскольку существует город как культурная единица. В стенах Международного фонда славянской письменности и культуры расположилась небольшая, но уютная и гостеприимная галерея Ордена. Ее хозяйка Татьяна Панич очень любит экспромты. На этот раз девятый летний экспромт представлен работами художников и скульпторов из Москвы, Московской области, Минска, Тулы и Киева. По словам Татьяны Панич, каждый такой вернисаж это праздник для художников и зрителей. Этот проект очень понравился художникам, есть постоянные участники, постоянно новые появляются. Но я бы сказала, например, от Ари Захарыч Кандауров, это наш известный шестидесятник, он постоянно у нас выставляется. Володя Рябчиков, Маргарита Сюрина. В общем, много художников, которые с удовольствием принимают участие. Художники привозят на этот экспромт картины, которые они хотят показать. Не я их отбираю в галерее, а именно то, что они хотят показать. А зритель, он выбирает, он как бы голосует. И получается очень интересно. Для художника это как бы проба каких-то своих новых поисков. Для зрителя это поиск своего художника. Поэтому получается действительно праздник для всех. Но чтобы такой праздник состоялся, необходимо было создать экспозицию из предложенных работ, выстроить выставочное пространство, разместить картины художников в гармоничном, цветовом и смысловом соответствии. И все эти задачи необходимо решить галеристу, который, наверное, должен обладать какими-то особенными качествами, чтобы удержать свой дом искусства на плаву. Прежде всего, это должно быть настоящее, приобретенное опытом чутье, хорошее понимание живописи и ее истории из современного среза. Надо знать, конечно, ведущие имена современности, как наши, так и западные. Надо иметь представление об аукционах, которые проходят. Вот самые крупные сейчас в Лондоне – это Кристи, Содби и МакДугал, где продается и выставляется русское искусство, искусство стран СНГ и бывшего СССР. Потом галерист современный, помимо чутья, он должен обладать, конечно, финансами определенными, потому что он должен что-то покупать у художников. И потом, создавая имя художнику, он будет проецировать это имя в художественное пространство мира. Вот это нужно. И нужны большие связи. Желательно и здесь, и за рубежом, потому что наш рынок сформирован еще очень плохо. И большей частью галерейсты наши стараются, по крайней мере, работать с зарубежными коллекционерами и знатоками искусства. Это сложно, открыть галерею, понимаете. И я думаю, что есть галеристы, которые рождаются таковыми, которые могут продать все, что угодно. У нас есть и рейтинги художников, и рейтинги галерей. Мне всегда хотелось быть не такой, как все, только и всего. Поэтому я даже не знаю, вхожу я в эти рейтинги или нет. Пожалуй, наверное, я не вхожу. У меня галерея со своим лицом, с таким, который я считаю нужным. Пусть каждый процветает, я желаю всем удачи. Но я знаю, что очень тяжело, конечно, существовать сейчас, потому что галерей сейчас очень много в Москве. И я думаю, что у каждого галериста должны быть свои художники, с которыми он налаживает очень непростые отношения. Это отношения должны быть, я не знаю, на уровне родственных. Понимаете, потому что настоящий галерист, он и сопереживает, и любит художника, и помогает ему во многом. Да, и поддерживает его. Поэтому, наверное, вот если удается такие отношения налаживать с хорошими художниками, то и галерея будет котироваться. На сегодня это все. Мы всегда в курсе важных событий в области культуры. Встретимся через неделю. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...